Несовершеннолетние жители Ненецкого округа активно участвуют в программе летнего трудоустройства. Квота на рабочие места для подростков была увеличена на заключительной в этом парламентском сезоне сессии собрания депутатов. Подробности в следующем материале. Программа летнего трудоустройства достаточно популярна среди молодежи Ненецкого округа. Многие несовершеннолетние не только отдыхают во время летних каникул, но и зарабатывают свои личные деньги. У нас первоначально планировалось на трудоустройстве несовершеннолетних граждан 521 квота. Но, собственно говоря, этой квоты было, наверное, недостаточно в какой-то степени, потому что заявление поступало больше. И, соответственно, 1 июля на сессии собрания депутатов было принято решение о выделении дополнительных 270 квот для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Таким образом, у нас за лето 2021 года планируется трудоустроить 800 несовершеннолетних граждан в свободное в любое время. В ТОС «Старый аэропорт» в этом году на работу взяли ребят 14 и 15 лет. Первые трудятся по 2 часа 40 минут, вторые по 3 часа 50 минут в день. Таковы условия трудоустройства несовершеннолетних. Что касается рабочего графика, то всё почти как у взрослых. Общее собрание по будням в 10 утра и текущая разнарядка на день. Мы высаживали цветы. ТОС закупил на протяжении ряда лет на гранты города вазоны под цветы. Цветы мы покупаем в агропромышленной компании частично у жителей. И детям необходимо было навесить, высадить цветы, поливать цветы. И помимо этого ежегодная работа – это уборка микрорайона и прилежащих территорий. Это берега Качгортинской курии, берега Безымянного озера и прилежащий лес. По словам Виктории, в микрорайоне много ребят, которые хотят, чтобы им поскорее исполнилось 14 лет. Чтобы устроиться на работу и не только заработать денег, но и сделать старый аэропорт чище и уютнее. О важности программы летнего трудоустройства понимают и сами юные трудяги. Это помогает им не терять время, просто так сидеть, допустим, в телефонах. Получить можно деньги за то, что ты ходишь, помогаешь, по городу убираешься, допустим. Ну и тоже труд. Многие ребята устраиваются на работу вместе со своими знакомыми или друзьями. Трудиться в привычной компании сверстников куда более весело и время пролетает незаметно. Подростки также уверены, что работа на свежем воздухе приносит им пользу. Я решила поучаствовать, чтобы заработать себе денег и, возможно, приобрести что-нибудь для себя. И это просто интересный опыт. Я впервые устроилась на работу. И, в принципе, сейчас, я уже думаю, это была хорошая идея, потому что мне нравится проводить время на открытом воздухе. Потому что, в противном случае, если бы я не попала сюда, я просто провела бы все каникулы у себя дома. Трудоустройство подростков – это не только про благоустройство города. Это ещё проведение летних каникул с пользой для себя и для окружающих. Новые знакомства и впечатления. Возможность заработать средства на личные нужды или помочь деньгами семье.